Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Арнольд Классик в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжив штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, расспрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Вы оставили мне автограф на рукаве вашей фирменной куртки, и она осталась у меня на добрую память о нашей встрече. Я рассказывала ребятам, что весной 2015-го я снова еду в США на соревнования и, возможно, увижу вас. Ребята, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик, начали писать письма и слать фотографии с просьбой передать их вам. Они рассказывали терминатору, как живут на войне, просили помощи, просили самых простых советов, как в таких тяжелых условиях заниматься спортом, как развиваться, как стать успешным человеком. Ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить. Я распечатала фотографии, перевела письма, передала вам конверт и сказала, Арнольд, я недавно была в Донбассе с гуманитарной спортивной миссией. Там идет война, и дети, школьники просили передать эти письма для вас. Вы сказали тогда, Ukraine, да-да, я знаю, я посмотрю, я буду работать над этим. И передали конверт своему помощнику. Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передала, хоть и обещали. Но ваше обращение основано на какой-то другой придуманной реальности. Так часто бывает в кино. Но правда о том, что было, Арнольд, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили пули и мины украинской армии. И реальность в том, Арнольд, что ваш терминатор не только не защитил, не помог, не спас детей Донбасса, но даже не прочитал их писем и не разобрался. Господин Шварценеггер, я с 2014 года больше 20 раз побывала на Донбассе. В самых горячих и страшных местах. Я посетила более 120 школ, пообщалась с тысячами детей, провела больше сотни детских спортивных мероприятий. Хотя я обычная русская девушка, а не железный бесстрашный воин-терминатор. Вы рассказываете в своем обращении о вашем отце, который не любил русских и который в рядах нацистов пришел с оружием на мою русскую советскую землю. Вы говорите о том, что на Украине нет нацизма, и о президенте еврея, и о том, что русские бомбы сейчас якобы уничтожают Украину. Арнольд, иногда очень сложно разобраться, находясь в тысячах и тысячах километров от нас. Но у вас же где-то с 2015 года лежат те самые письма и фотографии. Да на самом деле вы могли просто приехать и увидеть все лично. Вы же смелый человек. Если приезжали, например, к американским солдатам в Ирак, учили их тренироваться и поддерживать форму во время операции «Буря в пустыне». Я не спрашиваю, Арнольд, что делали тогда ваши военные в Ираке и зачем вы его разорили. Наверное, вашему правительству виднее. Но я хотела бы напомнить вам. Один раз ваша семья уже была обманута нацизмом, и ваш отец пришел с оружием на мою родину, убивал и калечил моих соотечественников. Именно эта ошибка была причиной вашего бедного детства. Именно из-за этой ошибки ваш отец не любил русских до конца жизни. Гитлер тогда получил по заслугам, но спустя столько лет его идейные наследники опять поднимают голову. Я хотела бы напомнить вам, что когда-то и вы сами восхищались Гитлером, в чем потом долго раскаивались. Но те, кто на Украине восхищается пособниками Гитлера, такими как Степан Бандера, далеки от раскаяния. Захватившая власть на Украине Бандеровщина крушит памятники советским воинам. Улицы украинских городов называют именами нацистских преступников. А народу Донбасса, который был не согласен с государственным переворотом, объявили войну, которая за 8 лет унесла более 14 тысяч жизней, одних только мирных людей. А то, что господин Зеленский, как вы говорите, еврей, им не помогло. Но нацизм не имеет национальности. Нацизм — это не от слова «немцы», а русофобия не лучше антисемитизма. Помните, как во второй серии «Терминатора» в «Судном дне» ваш герой отправляется в прошлое, чтобы не допустить создания Скайнета, который будет виновен в гибели человечества? Специально военная операция России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский Скайнет, который за эти годы полностью подчинил себе Украину. И вот-вот мог превратиться в неуправляемого монстра, опасного для всех соседей, не только для нас.